Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия» События пятницы в репортажах наших корреспондентов Сегодня в управлении почтовой связи по Карачаево-Черкесии состоялось торжественное вручение ключей от новых автомобилей В общей сложности в республику поступило 11 единиц спецтранспорта Преимущественно автотранспорт поступивший в регион с особой проходимостью Что в свою очередь существенно повысит качество почтового обслуживания горных территорий республики Ахмат Халкечев продолжит Для торжественного вручения ключей от новеньких машин Помимо самого руководителя управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии Ахмата Лайпанова Прибыли еще заместитель министра цифрового развития региона Андрей Грибин А также председатели комитетов республиканского парламента Алексей Ганшин и Ренат Акбаев Замминистр лично решил оценить комфорт и качество исполнения одного из полноприводных соболей В первую очередь это обновление важно именно в текущий момент В период ограничительных мер, в период пандемии Когда людям старше 65 лет предписано сидеть дома, находиться дома Ну и вообще существуют некие ограничения по передвижению людей Именно в этот момент как раз вот доставка тех или иных товаров Доставка той или иной почтовой продукции, газетной продукции Она как бы выходит на передний план, на первый план Поэтому именно сегодня, именно в этот момент обновление автопарка Позволит сократить сроки, сократить издержки, улучшит качество В общей сложности автотранспорт управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии Проезжает 3000 километров в день Эти немаленькие цифры каждодневного пути и обеспечивают надежную связь Даже самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов республики Ну а мест, где необходим автотранспорт особой проходимости В нашем горном регионе немало Весь спецавтотранспорт оснащен по последнему слову техники Очень большая грузоподъемность, проходимость, качество автотранспорта И устроенные сразу GPS-системы, навигации В этих автотранспортных средствах уже заложены системы ГЛОНАСС Уже отслеживание, есть уже микрофоны, которые мы уже с диспетчерами связаны Уже все безопасность автотранспортных средств Виктор Лесин в почтовой связи уже без малого полвека В должности современного ямщика Виктор Алексеевич Баранку крутит уже 45 лет Почти всю вторую половину своего трудового стажа он ездил на УАЗе Поддерживать работоспособность которого в последние годы было задачей не из легких Будем работать, будем держать почту, как говорится, все в наших силах Примерили обновку? Ну ясное дело, новое, ее даже приятно нюхать, а не то что рулить До поступления нового пополнения на службе у управления почтовой связи по Крачаевой Черкесии Стояло 43 единицы автотранспорта Конечно же, какая-то часть из них теперь уйдет на давно уже заслуженный покой Автопарк пополнился четырьмя автомобилями Луаргус, двумя Форд Транзит, восьми полноприводными соболями и одним газоном НЕКС Такого обновления в автотранспортном парке Крачаево-Черкесского управления почтовой связи не было аж с 26-го года К примеру, на этой машине пробег превышает миллион километров Она и в самом деле оправдала свое название рабыня Изаура Глава администрации Прикубанского района отчитался о работе органов местного самоуправления Перед общественностью района были озвучены основные направления социально-экономической деятельности, здравоохранения, образования ЖКХ и других сфер жизнеобеспечения На отчетном собрании побывала наша съемочная группа Подробности Мурата Джангёсова Привычный уклад жизни прикубанцев нарушила в прошлом году пандемия Жителям района были оказаны все меры государственной поддержки Особую признательность и благодарность высказал руководитель района в адрес медицинских работников, проявивших настоящий героизм в борьбе с коронавирусом На сегодняшний день, после отмены большей части ограничений, практически все предприятия и организации восстановили свою деятельность Этот год всплотил нас всех Сейчас, когда собрались население, депутаты, гости собрались, мы про прошедший год будем говорить Именно как мы смогли в этот тяжелый год все-таки все основные показатели исполнить, все основные вопросы закрыть Ну, остались еще, естественно, незаконченные вопросы И этот текущий 21-й год нас впереди ждет огромная большая работа Все поручения обязаны выбрать Выступая перед собравшимися, Мухаммад Амин Ибрагимович отметил, что бюджет района был и остается социально ориентированным Сферы образования и здравоохранения являются главными потребителями бюджетных средств В минувшем году социальные обязательства выполнены в полном объеме Благодаря, в том числе, неравнодушным работникам социальных служб района Четная исполняемость практически стопроцентная У нас не осталось по тому году ни долгов по заработной плате, ни по налогам, ни задолженности по коммунальных выплатах, по соц. выплатам Практически кредитерская задолженность почти нулевая Соцзащита, это мы защищаем слабые слои населения, малоимущих граждан И поэтому в моей работе, если я хоть какую-то сотую долю сделала для человека хорошо, вы не поверите, у меня в душе летают бабочки Прикубанский район по праву называют житницей республики И если животноводческая отрасль в прошлом году показала прирост, то аграриям повезло меньше Прошлый год он такой, скажем, не очень благоприятный был, засушливый был Именно в части сельского хозяйства по земледелию и убытки какие-то фермеры и земледельцы держали А вот в части животноводства, наоборот, улучшение, прирост Что в части крыеса, что в части овец, это достаточно большой прирост в пределах 6,7 процентов В докладе по каждому из направлений прозвучали и цели на будущий год В завершении собрания самоактивные прикубанцы, в первую очередь большая группа врачей Получили благодарности и почетные грамоты Защитить себя и близких в России набирает обороты в вакцинации от коронавируса Более 12 тысяч человек республики сделали прививку В Карачаевске также открыт пункт вакцинации, уже около 800 человек привиты Как говорят медики, пройти процедуру могут все желающие старше 18 лет А также те, кто имеют противопоказания В первую очередь врачи рекомендуют прививаться гражданам старше 60 лет Которые относятся к группе риска Сама процедура состоит из введения двух компонентов с интервалом в 21 день Проведение вакцинации занимает около часа Сначала человек заполняет анкету и проходит осмотр врача Затем ему вводят препараты и предлагают полчаса побыть под наблюдением После введения второго компонента человек получает сертификат с отметками о двух прививках К тем, кто по каким-то причинам не может прийти в пункт по вакцинации, медики выезжают на дом И вести из оперштаба сегодня в Карачаево-Черкесии Выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 713 человек Из них 18 927 выздоровели, 121 госпитализированы Ну а сейчас время прогноза погоды, слово нашим синоптикам В Карачаево-Черкесии небольшие осадки, дождь Ночью в горах с мокрым снегом Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду Днем в горах будут порывы до 11-14 Температура ночи 0,5 В горах до 5 градусов мороза А днем 11-16 выше нуля И в горах местами до плюс 8 В черкеске ночью небольшой дождь, днем бессущественных осадков Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду Температура ночи плюс 2, плюс 4 Днем 13-15 градусов тепла В жизни бывает так непросто Встретить несокрушимого И непробиваемого Человека каменную стену Человека глыбу Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя Как за каменной стеной Легко ПСБ Банк сильных людей Это большие вести В прямом эфире мы продолжаем В селе Дружба Прикубанского района Заложили основание новой мечети Площадью почти 900 квадратных метров Здание будет построено в османском стиле И будет носить имя покойного имама села И бывшего Кадия Ибрагима Хаджика Чиева О строительстве религиозного сооружения Подробнее расскажет Алихан Лепшоков Строительство новой мечети было уже необходимостью Так как старая уже не вмещала верующих Особенно это ощущается в дни праздничных и пятничных молитв Здание нового религиозного сооружения Мусульман рассчитано на 2500 прихожан На традиционную закладку основания новой мечети Привел председатель координационного центра Мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджбердиев И глава администрации Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев Особо отмечал необходимость новой мечети И ныне покойный имам села Дружба Икади Ибрагим Хаджика Чиев И вот жители села и его ученики Решили реализовать его мечту Об этом речь была еще, когда строилась вот эта мечеть Когда она заполнилась быстро Вот тогда с Ибрагимом Хаджи мы думали Надо построить побольше Хотели там расширение делать Но это расширение делали сколько возможно Но в конце концов вот это место Хорошее место выделили для мечети И поэтому иншаллах здесь начнем строительство Мухаммад Амин Чумаев отметил, что новая мечеть строится в очень удобном месте Где будет и стоянка для машин Он подчеркнул, что администрация района Всячески будет оказывать свою поддержку строительстве Важное и историческое культурное значение ислама В жизни района всей республики Тут же мы, насколько понимаем Это не только здесь, в этой мечети люди будут молиться А вообще вот вся территория Это будет территория добра, понимания и милосердия Поэтому очень большое значение имеет А те ребята, те люди, которые готовы помочь в этом деле Район будет все усилия предлагать В строительстве новой мечети в османском стиле Принимают активное участие как жители села Дружба Так и различные меценаты Религиозное сооружение мусульман будет украшением всей республики Отмечают присутствующие Старая мечеть, как вы видите, уже не соответствует тем требованиям Которые есть и не может вместить то количество прихожан Которые приходят И еще при жизни Ибрагим Хаджи мечтал построить здесь красивую мечеть Чтобы и с парком, и по всем требованиям Ну вот наступил этот долгожданный час Когда все-таки начали работу по строительству новой мечети в селе Дружба Площадь мечети будет составлять 900 квадратных метров Также планируется возведение цокольного этажа с балконом А высокие минореты и купол совсем скоро украсят новую мечеть Аля Халебшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район Русский театр драмы и комедии «Карачаева, Черкесия» На площадке Республиканской госфилармонии Показал премьеру спектакля «Голубцы по объявлению» По пьесе драматурга Антона Финка В постановке российско-изиральского режиссера Вячеслава Бродянского Актеры театра своей игрой перенесли зрителей в дух настоящей семейной драмы О спектакле расскажет Аслан Гирюгов А вы борща хотите? Домашнего Борща? Да Домашнего? Это так великодушно с вашей стороны Только борща я в этом доме уже лет 10 не видел Его, видите ли, некогда готовить, да? Я, я приготовил Борщ? Да По сюжету героиня Нина, устав от равнодушия мужа Василия, повесила объявление «Отдам мужа в хорошие руки», на которое откликнулись несколько женщин Попадая в вихрь смешных, нелепых и очень жизненных ситуаций Каждый из наших героев обретает долгожданное счастье Наш репертуар строится, исходя из, наверное, каких-то дней, как давно мы не встречались Наверное, праздник должен, мы должны посмотреть комедию Она вещь такая веселая, надеюсь, понравится На сцене актеры продемонстрировали блестящую игру, которая с первых мгновений перенесла зрителей в дух настоящей семейной драмы Современная пьеса взяла в основу очень актуальную тему, как сохранить теплые и душевные отношения в браке Актеры прекрасно вжились в роли своих персонажей, чем и покорили зрителей Позвольте мне поздравить вас сегодня в такой прекрасный день театра всероссийский И пожелать вам еще больше творческих успехов на этой сцене Творческих вам успехов, здоровья, удачи и всех прекрасных Я надеюсь, что тот зал, этот зал, вы смотрите, в аншлаге Там будет еще больше зрителей, которые будут восхищаться вашей игрой Интересным было то, что до самого конца никто не знает, какой будет развязка у спектакля Зритель находится в напряжении, но оно очень легкое, потому что спектакль веселый, смешной и легкий Так что закономерно ожидается счастливый конец Добавьте к этому оригинальную режиссерскую интерпретацию, отличную актерскую игру Благодаря чему спектакль получится действительно хорошим, не оставив никого равнодушным Мне всегда очень приятно работать с вами Я имею в виду действительно за зрителями, за актерами, потому что всегда очень тепло принимаете мои спектакли Я надеюсь еще раз многому-много раз порадовать хорошими комедиями Ну, надеюсь, мне директор, наверное, даст поставить какую-нибудь драму Спасибо, с праздником всех! Аслан Гирюгов, Али Бастан, Вести, Карачаево, Черкесия Такой была пятница в Карачаево, Черкесия Прямо сейчас финальные серии фильма «Теория вероятности» Приятных выходных и ждите вести Субтитры создавал DimaTorzok